Доброе утро, ребята! Всем привет! Это рубрика «Тайны шести континентов». Если вы любите удивляться и узнавать интересные секреты, смотрите нас внимательно! Марина, расскажи, пожалуйста, как ты любишь отдыхать? Ну, я люблю бывать на природе, читать книги или встречаться с друзьями. А вот на Востоке считают, что восстановить жизненную энергию и бодрость духа можно с помощью чайной церемонии. Да, это так. Например, в Китае чайная церемония позволяет достичь гармонии и хорошего здоровья. А ещё мне кажется, что в этом чаепитии есть какое-то таинство. Хорошо, ну давай слетаем в Китай и узнаем. Ой, давай-давай, полетели! Китайская чайная церемония это особая философия и культура. Китайцы не просто медленно пьют чай, они наслаждаются им, вдыхают аромат, чувствуют вкус. Этот процесс вызывает различные мысли, образы, воспоминания и положительные эмоции. Атмосфера чаепития задаётся мастером, который рассказывает гостям о богатом свойстве чая и знает все тонкости церемоний. А когда возникла эта традиция? Чайная церемония в Китае известна более пяти тысяч лет. Она носит название гунфу-ча. В то далёкое время местное население только начинало выращивать и изучать свойства чайного листа. И сначала чай использовали в лечебных целях. Сама же церемония стала популярной благодаря мудрецу Лю Ю. Он почитается народом Китая как один из трёх чайных божеств. Лю Юй посвятил свою жизнь изучению чая. Он стал отшеликом и поселился в горах, где приступил к написанию трёхтомного труда под названием «Канон чая». В него вошли все знания об этом напитке, которые уже были накоплены народом. Лю Юй дал описание китайской чайной церемонии, в которую включено 27 предметов. 27 предметов? Это столько всего нужно, чтобы заварить чай? Да. Для проведения церемонии необходим специальный набор посуды и принадлежностей. Обычный комплект содержит чайники, пиалы, кувшинчики, ёмкость для сухой заварки и доску под нос. А я видел такую доску, она с двойным дном. Вся вода сливается вниз, когда прогревают посуду и промывают чай. Верно. Марина, ну а как проходит сама церемония? У неё же есть свои правила? Ну, конечно, есть. Вначале подогревают воду, потом начинается демонстрация чая гостям. После чая пересыпают в чайник, заливают горячей водой, но не кипятком. И потом пьют? Нет. Нет. Первая заливка воды ещё не заваривание чая. Ей не дают настаиваться, потому что всё равно сливают. Это делают для того, чтобы с чайных листьев удалить пыль. Наверное, когда чай заливают, листья начинают потихоньку раскрываться, и гости могут почувствовать его аромат. Да, но это всё подготовительные мероприятия. А вот теперь само чаепитие. Заваренный второй раз чай наливают в кувшинчик, из которого его разливают по высоким чашкам. Затем эти чашки накрывают питьевыми чашками, как крышкой, и переворачивают. Высокие чашки вынимают, чай остаётся в питьевых чашах. Хм, а зачем так делать, а? Сначала в одну чашку, потом в другую. В этом есть какой-то секрет? В высоких чашках концентрируется аромат, который нужно вдыхать. А из питьевой чаши пьют чай маленькими глотками. Когда чай выпьет, всю процедуру повторяют заново, до тех пор, пока он не потеряет свой вкус и аромат. Да, какая интересная традиция. Да, Филя, именно поэтому она так популярна. Ребята, о каких ещё традициях вы хотели бы узнать? Напишите нам. И присылайте свои вопросы, на которые вам бы хотелось отыскать ответы. Вместе мы их обязательно найдём, на каком бы континенте они от нас не прятались. Пока!